Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». В современном мире формируется все больший запрос на настоящую альтернативу глобализму. В Молдавской столице в эти дни проходит международная конференция под названием «Альтернатива финансовому капитализму в 21 веке. Вклад в четвертую экономическую теорию». Известный российский политик, философ и социолог Александр Дугин, один из гостей этого форума и сегодня у нас в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте! Я начну с достаточно общего вопроса, но от нас и зависит, какая конкретника будет наполнена в ответе. Вопрос короткий. Вот сегодня мир в поиске новой экономической модели. Вот о чем это прежде всего говорит? О том, что исчерпаны ресурсы прежних экономических моделей. Ведь мы с вами будем говорить так, родом из той жизни, когда экономика развитого социализма давала определенные надежды на развитие, но произошло то, что произошло. Сегодня мы наблюдаем такой разгул неолиберализма в экономике. Сегодня, но в то же время, идеи социализма живут. Получается, что либо идея социализма недорасходована, раз она еще дает возможность питать, если не иллюзии, то надежды, либо наоборот, неолиберализм не отвечает отчаяниям большинства граждан нашей планеты. Знаете, я думаю, что в первую очередь после того, когда Советский Союз пал в 20 веке, к концу 20 века, оказалось, что либеральная капиталистическая модель является единственной. Просто единственной. Поэтому Фукуяма, с которым я полемизировал несколько раз, назвал это концом истории. Конец истории, потому что больше у либерализма нет никакой альтернативы. Никто ему ничего не может противостоять. А социализм, если еще остался живым, так с точки зрения морального порицания капитализма и его эксцессов, на самом деле. Но не с точки зрения какой-то серьезной ответственной альтернативы. Поэтому социализм существует в качестве некого морального учения о том, что критикует эксцессы капитализма. И в этом отношении он еще есть, но как серьезная альтернатива, его нет. И вот в тот период, когда либерализм остался один, когда он провозгласил себя глобальной идеологией, тут-то все самое серьезное и страшное началось. Оказалось, что вся программа глобального капитализма, в первую очередь, рост среднего класса, сокращение разрыва между богатыми и бедными, между третьим и первым миром, процесс модернизации, урбанизации отсталых обществ, которые раньше были на периферии мировой, и также повышение благосостояния, благополучия и безопасности граждан, все это на самом деле рухнуло, потому что все это оказалось не так. Также рост экономики линейный, он был дважды или трижды обрушен в конце 90-х годов, в начале 2000-х. Сейчас мой год, это кризис в основном ипотеки недвижимости в Америке, до этого кризис Дотком, кризис перегретых надежд на цифровую экономику. И, соответственно, в результате, вот все то, на чем была построена глобальная стратегия, глобалистская стратегия либерализма, все это оказалось не так, потому что средний класс не растет, наоборот, происходит его резкое сокращение темпов роста, возникает переход от целариата, то есть гарантированных зарплат, к прекариату, не гарантированные рабочим местам, которые люди могут выполнять без всяких гарантий. То есть, на самом деле, отсутствие конфликтов, которые рассчитывали глобалисты, на самом деле, сменилось огромное количество войн, которые раздирают целые народы. Отсюда беженцы, отсюда то те социальные последствия. Иными словами, обещания либерализма вообще не оправдались. Но они не просто не оправдались, они будут все больше и больше приводить к кризисным ситуациям. И эта глобальная система для того, чтобы сохранить себя, будет вынуждена использовать эти кризисы, сеять хаос вместо порядка и спасать себя только одним аргументом, что все остальное хуже. И вот постепенно, если еще люди помнят социализм или какой-то фашизм, они могут сравнивать. Но уже фашизма таких не осталось, кто помнит социализм, их постепенно становится все меньше и меньше. И вот эта идея, что раньше было хуже или другие альтернативные системы, уже не работает. То есть, вот это сравнение капитализма как плохого с тем, чтобы было еще хуже, оно не действует. И вот это представление о том, что да, наша система плохая, но у нее нет альтернативы, это не вдохновляет никого. Возникает ощущение депрессии, возникает ощущение отчаяния. И на самом деле, дальше вот уже этот лозунг о том, что у либерализма и глобализации нет альтернативы, больше не работает. Эта альтернатива должна быть, считают люди. Вот поэтому сегодня в Кишиневе, в столице Молдови, и собираются люди, причем в основном это представители Запада, из России, по-моему, кроме меня особенно никого и нет. Это Молдаване, это Румыны, и это большое количество французов, греков, немцев, представители Италии, из Италии все очень серьезные люди. То есть, это на самом деле европейцы. Те самые старые Европы, которые, казалось бы, должны были быть счастливы и давать нам указания о том, как хорошо и как нам надо следовать за ними. И вот оттуда приезжают люди, в том числе и РВЖВН, крупнейший экономист, один из крупнейших умов современной экономики, представители именно экономического истеблишмента европейского, которые говорят, что эта система чудовищна, она сама себя разъедает, она уничтожает человеческое общество, капиталистическая система. И вот кризис, и более того, она не отвечает ни на одно из обещаний, которые давала. Соответственно, вот это очень важно, что люди приезжают с Запада, это практически все участники этой конференции, кроме меня, люди с Запада. И они говорят о том, что не то, что не идите за нами, давайте спасаться, давайте искать выхода, спасение из той ситуации, которая завела человечество в тупик. То есть, глобализация и либерализм. Это очень ценно. Это не чья-то пропаганда, это люди, которые просто объективно приехали сюда поделиться своим ужасом перед тем, в как, когда сколько либерализм приводит, несет катастрофические последствия. Из самих недр процесса. Конечно, это люди, которые на самом деле, именно сам, вот Арбеж Ван, он сказал, что я, мало того, что он французский известный экономист, он очень известен и в Америке, он объездил все Штаты, он следил за экономическим положением, с динамикой роста разных частей Соединенных Штатов Америки. И там катастрофа, там просто катастрофа, там уничтожение. Вот этот либеральный финансовый капитализм уничтожает производство, уничтожает собственников. Он все, фактически, идет замена человечества на такой постчеловеческих потребителях, которых используют, обманывают, которыми манипулируют, и постепенно готовятся превратить, заменить роботами. И вот эта история про постгуманизм, о том, что все больше и больше будет работ замечаться роботами, это не какая-то далекая перспектива, это происходит сегодня. Вначале замечаются мигрантами, замечаются европейцы, потом мигрантов вместе с остатками европейцев заменят роботами, и только какой-то обслуживающий класс новых виртуальных программистов, технократов, останется в качестве надзирателей за этими машинами. Но это конец человечества, вот что несет с собой эллигерализм. Это получается даже уже следующая ступень после теории золотого миллиарда. Да, потому что этот золотой миллиард, по задачей, на которую претендует золотой миллиард, может справиться гораздо лучше искусственный интеллект. Сейчас, вот вы знаете, что сейчас уже, в принципе, считается, что слабый искусственный интеллект получен, а вот в 2020 году, в 2025, там разнятся, произойдет такое событие, как сингулярность. То есть, когда появится сильный искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект, с точки зрения разработчиков, это интеллект сопоставимый с человеческим. Но по своим возможностям он намного превышает человеческий, потому что за одну миллисекунду можно прочитать все библиотеки мира просто. То есть, вот все данные, которые хранятся в открытом доступе, то есть, процессоры и память, и объем памяти, и быстродействие больше, намного больше, чем у нас. Другое дело, что есть пока ограничения с точки зрения тех вещей, которым мы раньше меньше внимания уделяли. Креативность, нестандартность, некая спонтанность. То, что, в принципе, для большинства означает больше системы. Вот это отсутствует. Но, а, в принципе, направление, чтобы создание сильного искусственного интеллекта, в том, чтобы заместить чеку. Старость грозит только, видимо, моральная или техническая старость, видимо. Бессмертие, машина бессмертная. Мы становимся, когда он говорит, что мы станем бессмертными, это может быть, но мы перестанем быть людьми. Потеряв смерть, мы потеряем человечность, потеряем нашу идентичность. И это уже постчеловеческие особи будут бессмертные, уже сращенные с машины. И все это, на самом деле, затронет из золотой миллиарда. Потому что из этого золотого миллиарда подавляющее большинство – это люди, которые легко заменимы. Просто уже на протяжении одного поколения, ну, может быть, мы не доживем, но в поколении наших детей уже станет безработным, даже включая, если удастся вписаться в золотой миллиард. Потому что, что делать социальным человечеством? Отсюда машина, как известно, может просто принять решение, истребить это человечество, что оно лишнее, это только лишние рты. Они захламляют собой планету, ничего не могут. Их компетенции, качества, которыми они с таким трудом еще и упрямо учатся, мы пытаемся их детей научить, каким-то компетенциям. А машина, и не надо ходить в институт, школу, загрузил программу образования, и все. И вот, на самом деле, эти перспективы, когда все приобретает только выгоду, только утилитарность, только эффективность, эта логика, по которой развивался капитализм, дошла до своего тупика. И вот люди, которые еще способны в этих условиях как-то критически мыслить, они бьют тревогу. И люди на Западе гораздо больше. Это не Восток, который отвергает, скажем, западную гегемонию, не исламский мир, не русский, мы, которые пытаемся этому как-то худо-бедно, с грехом пополам как-то, не то, чтобы противодействовать, хоть как-то защищаться от этого. А люди из центра, из центра этой цивилизации приезжают в Молдову, в Кишинев, для того, чтобы, в принципе, они рассматриваются как свободное пространство. Вот даже ее сравнивал Эрвей Жвен, в выступлении со Швейцарией. Просто на Западе многие площадки существует уже диктатура. Эти вот технократы ограничивают свободу экономического дискурса. Они понимают разрушение, которое может принести такая дискуссия и будущим планам. Да, да. И они рассматривают, почему они приехали в Кишинев? Потому что они считают, что это еще пока свободная зона. Здесь еще можно говорить свободно, на самом деле. И это, конечно, мне кажется, очень важный стимул для самой страны. То есть, наверняка, когда живут здесь молдаване, они не обращают внимания на те положительные стороны, которые Молдова имеет. Все наверняка все хотят либо на Запад, либо куда-то еще. Но тот факт, что сюда лучшие умы Европы, которые осознают кризис, приезжают в качестве заглотком свободы, для того, чтобы их просто здесь не преследовали и дали им возможность высказать, так свободно общаются и друг с другом, и с представителями прессы, это на самом деле неизвестная сторона. Вы знаете, очень важно посмотреть на себя глазами других. Вот посмотрели бы на себя вот глазами этой делегации, которая приехала в Кирженев за свободой. Не потому, что она очень уж эти люди так уж любят, может быть, Молдову. Они еще не успели... Смотрите, наши сограждане считают иначе. Они стремятся туда, на Запад, за тем глотком свободы, за свободой выбора, свободой возможностей, которые сегодня, кажется, здесь, в живущем Молдове, в большем объеме можно получить, уехав в Италию, Францию. Я прекрасно знаю примеры своих соотечественников, которые, уехав туда, в лучшем случае получили работу, которая далеко не отвечает ни их желаниям, ни их возможностям, ни их жизненным потребностям. Но, тем не менее, они идут на этот компромисс и становятся такими конформистами своего будущего. И в силу того, что большинство сегодня из нас стоит перед выбором выживания, выбором, который нужно выбрать, так сказать, идти на соглашение, приняв предложение о работе или приняв предложение уехать и там работать. Либо бороться, но непонятно какими средствами. Я не думаю, что таких много. Я езжу по Европе, я не вижу, вижу очень мало молдаван на высоких позициях в обществе. Я не вижу их вообще, просто признаться, зато я вижу молдаван, которые занимаются самыми грязными профессиями, самыми низкооплачиваемыми и жалкими на самом деле. И это народ, который великий, достойный народ. Ведь я очень люблю историю. Румын, молдаван, это даки, непокоримые даки. Это народ совершенно с удивительной культурой, с удивительной самобытностью, с удивительным достоинством молдаване, румыны и том, в каком положении они находятся в Европе. Даже то, румыны сами, вот отношение к румынам, это на самом деле как к людям в Европе, к людям второго сорта. Представляете, вот если молдаване считают, что если прийти в Румынии, это все решится, но ничего не решится. Люди пытаются действительно выживать, но вместо того, чтобы выживать поодиночке, где-то на помойке Запада, лучше выживать как народ, лучше выживать все вместе, лучше превратить свою собственную страну в процветающую. Ведь очень многие вещи, если посмотреть другими глазами, есть эти возможности, есть эти ресурсы. Мы просто свое не видим, потому что под носом у нас и бежим за чужим. И вот люди, которые гораздо относятся к более высокому социальному и интеллектуальному и политическому и экономическому уровню Западной Европы приезжают в Болдову и говорят, вы здесь имеете шанс спасения. Вот вы должны нам помочь. Имеете шанс не совершить ошибку. Да, и самое главное, конечно, не совершить ошибку, не пойти по этому пути. Давайте искать альтернативы. Давайте, как они говорят, давайте искать экономического суверенитета. Давайте искать возможности восстановить традиционное производство. Вот человеческое, не просто впадать в потребительское общество, в человеческое общество, где ты и производишь, и потребляешь, где ты сохраняешь отношения социальные, человеческие, общественные с другими. И вот это все фактически уже почти уничтожено на Западе, больше нет фермеров, больше нет крестьян, все скуплено крупными корпорациями, все живет за счет ГМО, потому что это позволяет собрать больше прибыли. И вот так постепенно человек теряет связь и с природой, и со средой, и со своей историей, и со своей культурой, превращаясь, не дожидаясь, пока нас заменят искусственным интеллектом, уже превращаясь в роботов. Вот этот потребляющий робот, который способен просто только какие-то минимальные операции осуществлять, вот кого нас превращают. Поэтому я бы к этому внимательно прислушался. И к символичности этой конференции прислушался, я здесь гость на этой конференции, но я высказываю свое мнение. Но я был поражен именно тем, как отношения в этой делегации европейцев. Они восхищаются тем, что осталось еще от традиционного образа жизни, от человеческих отношений в Молдове. И они с большим интересом и надеждой смотрят на восток, смотрят туда, где еще глобализация не дошла до своих последних пределов. И, кстати, о Трампе тоже любопытно. Они вот обсуждали сегодня даже на презентации, говорили, что Трамп это на самом деле реакция самих американцев на этот глобализм. И хотя Америка стоит во главе, в авангарде этого глобализма, сами американцы отвергают эту стратегию. И выбрали они Трампа, не потому что он хороший, а выбрали его против тех, кто ассоциируется с глобализацией, с либерализмом, с новым мировым порядком, с этим постчеловеческим будущим. В своей программе он же говорил накануне избрания, что национальное государство остается истинным основанием для мира и гармонии. Абсолютно верно. И он не поведет Америку под флагом глобализма. Вот собственно говоря, об этом и речь, что если сохранить суверенитет, экономический суверенитет, политический суверенитет, это шанс что-то построить, что-то защитить, что-то улучшить. Если с ним распрощаться, если его сдать, если присоединиться к какому-то блоку, который на самом деле скажет, мы за вас все решим, а по сути дела речь идет о глобалистской системе, то после этого уже обратного пути нет. И вот интересно, что в Восточной Европе, например, в Венгрии, которая недалеко, в общем, достаточно недалеко от вас, восточноевропейская страна вступила в Евросоюз, член НАТО. Как, какую политику, интересно, суверенную, антиглобалистскую проводит его президент? И как он... Премьер-министр Орбан. Премьер-министр Орбан, да, прошу прощения, Орбан. И какой поддержкой Орбан пользуется в самой Венгрии? Он не бросает вызов, он не радикал, он не маргинал, но он просто следует за волей своего народа. Он настоящий народный лидер, на самом деле. Это очень важно, что когда политик выбирает сторону своего народа и его реальных интересов, даже если это идет вопреки глобалистской повестке, он обретает силу, он обретает опору. Это вот очень важно. Кстати, вот сегодня же, 14 декабря, в Будапеште проходит презентация моей книги «Четвертая политическая теория». Она переведена почти на все языки, и она на молдавский, на румынский переведена. Давно уже Юрием Ивановичем Рожкой уже несколько раз издавалась здесь у вас. А в Венгрии сегодня. Она почти на всех языках есть. И вот очень интересно, что я тоже, поскольку очень важное это событие у вас, я предпочел поездку в Кишинев, поездки в Будапешт, куда меня тоже звали и ждали. И за это вас и благодарим. Ну, вы знаете, я просто считаю, что это очень важное мероприятие. Хочу просто подчеркнуть, не то, что я такой важный человек, но этот выбор, он был осмысленный и осознанный. Потому что пример того, что Венгрия уже воспринимает необходимость выйти за пределы этой либеральной парадигмы, искать собственного пути. А «Четвертая политическая теория», которая развивает и есть это предложение, выйти за пределы либерализма, коммунизма и фашизма. Потому что все эти экономические модели, политические, идеологические модели не тоталитарны. Но если с фашизмом и коммунизмом это очевидно было, то сегодня становится понятно, что и либерализм такой же. И он основан на расизме, и он основан на политкорректности, которая требует защиты каких-то отдельных меньшинств против большинства. Что тоталитарный антидемократический характер присущ всем этим системам. Надо искать четвертый путь. Но я считаю, что в Молдове как раз это тоже очень актуально на самом деле. Ведь если вы посмотрите, вот ваш президент, который почтил своим присутствием эту презентацию, РВЖВН, он на самом деле уже нельзя квалифицировать. Не как коммуниста, не как либерала, не как националиста. Он в его лице народ, молдавский народ ищет какой-то альтернативы. В его лице сам по себе. И понятно, что речь не идет сейчас о противостоянии, вы с Россией или с Западом. Сейчас Запад, который приезжает к вам, говорит, да не в этом дело, не с Россией или с Западом. Это быть с глобализмом, это не быть с Западом, не быть с нами, с европейцами. Это на самом деле быть ни с кем, это идти в бездну просто. Это участие в чужих играх. И уходить в историю, скрыться в этих недрах навсегда. В том-то и дело. Поэтому на самом деле такой-то проблемы нет. Быть с кем, с Москвой или с Бухарестом или с Брюсселем. Вопрос, конечно, европейский вектор надо развивать. Конечно, но одновременно надо не забывать и о российском векторе. Самое главное это суверенитет. Вот Молдова должна быть суверенной и в рамках трех политических теорий, ни в социалистической, ни в националистической, ни в либеральной, тем более в либеральной, этого суверенитета обрести нельзя. Поэтому все эти вещи очень связаны. И интересно, что это нового суверенитета ищет сегодня Франция, к этому движется Германия. Потому что, поспешно войдя в Евросоюз, решив сделать сильную Европу, оказалось, что они не усилили Европу и цивилизационную норму, а наоборот ослабили. Что они стали зависимым полностью и в военном смысле, и в политическом смысле. Мне кажется, там есть просто присутствует еще некий игрок на всем этом. И достаточно понять, что лидеры Евросоюза в целом зависимые фигуры в деле принятия политических решений. И отсюда вот эти конфликты, отчасти и тотальная миграция из Северной Африки, которая захлестнула европейские города. Раз вам упомянули Орбана, я хотел такую ремарку себе позволить. У нас Конституционный суд сегодня принимает целый ряд решений, которые, знаете, уже даже родилась в народе шутка. Кто не был в Конституционном суде, или кто был в Конституционном суде, то в цирке не смеется. Потому что у нас теперь язык молдавания, то есть, ну, так сказать, из синтагма молдавский переходит в синтагму румынский. У нас принимается решение, когда можно, например, на какое-то время отстранить президента в угоду каких-то политических решений. У нас есть, то есть, Конституционный суд все это, такие вот указы принимает. Но я вот почему вспомнил Орбана, ведь Орбан в Конституцию своей страны вписал такую вот статью, что одним из государствообразующих элементов является христианство, то есть, христианские ценности. Таким образом, отмел сразу вот эту пресловутую толерантность, которую сегодня, кстати, нам тоже активно навязывают в Молдове. И что теперь в Венгрии, не как в Париже, я знаю, насколько, ну, писали как-то, достаточно одеть футболку, на которой написано «Моя семья». И там мужчина, женщина, ребенок, и тебя арестуют. В Будапеште можно этого не бояться. И с вами абсолютно согласен, что Орбан сумел стать действительно таким сильным национальным лидером, и это позволило в Венгрии, ну, прозвучать достаточно самостоятельным, сильным государством. И в деле миграционных потоков, вы смотрите, они там возвели что-то не стены, они не участвуют в этих вот миграционных путях, не подвергают себя, свою страну, свою экономику, в общем, своих граждан определенным риском, которые идут вслед за вот этими миграционными историями. Вот совершенно право. Но что касается внутренней политики Молдовы, я в данном случае считаю, что некорректно будет как бы критиковать или как бы сказать свое мнение по отношению «Вы суверенное государство, у вас своя система, своя система». Да, я просто к тому, что это ваше суверенное право давать те или иные полномочия тем или иным органам, критиковать или, конечно, странно, когда президент, который является главой государства и признан... И с таким мандатом доверия. Да, с таким большим мандатом доверия, когда он ограничивается в правах по решению какой-то инстанции. Но я опять хочу сказать, что это дело молдаван. То есть здесь мы просто как гость, поэтому я стараюсь придерживаться той этики, которая положена гостю. Это ваше внутреннее вопрос. Но я считаю, что здесь вот что очень важно, что пока есть суверенитет, вот что есть суверенитет, есть возможность утвердить те ценности, которые считает правильными таковыми народ. То есть большинство и большинство людей. И есть какие-то вещи, которые, кстати, вот, например, с точки зрения религии, это не разъединяет молдаван ни с румынами, ни с русскими. Это религия. Потому что, посмотрите, в Румынии самое большое количество процент людей, которые считают себя православными. Это православная страна с православной историей. Румыния, это фактически народ практически один с молдаванами. Это вам решать один за один, но это православный народ. И Россия православный народ. Поэтому здесь, если бы Молдова мыслила себя как христианский православный мост между православной Европой и православной Россией, и, кстати, православной Украиной, то это было бы совершенно по-другому. Потому что мы носители одной и той же традиции. И в этом отношении важно, вот как бы обратите на это внимание, что у Орбана хватает, у католика Орбана, мужества и суверенитета, на самом деле, что в рамках даже пойти на конфликт с Евросоюзом. И он остается членом Евросоюза, и он остается членом НАТО, и его только уважают больше. Поэтому здесь вот кто последовательнее отстаивает свою идентичность. Сейчас, кстати, следующее, Польша. Вот если Орбан и Венгры, по большому счету, к русским больших претензий не имеют, какие-то имеют, но не такие уж серьезные, то польская идентичность, она основана, конечно, на глубокой неприязни и ненависти к нам. И, тем не менее, на самом деле, все больше и больше поляков начинают понимать, что, в общем, эта политика сохранения своих ценностей, определенного консерватизма русских более соответствует их интересам, чем брюссельская толерантность. И в данном случае вот это католическое возрождение в Польше, которое вдохновляется Орбаном, они начинают постепенно пересматривать отношения и к России. Но это даже не принципиально, пусть даже не в России дело, а дело в себе. Вот если поляки хотят польскую Польшу, католическую Польшу, Польшу традиционную, Польшу со своей идентичностью, они рано или поздно вынуждены будут идти по такому же пути, как Орбан. То есть это определенный ключ к будущему. Конечно, иначе они исчезнут просто. Точно так же Чехии, точно так же Словакии. И смотрите, что постепенно в Восточной Европе, среди стран, которые уже интегрированы в Евросоюз и в НАТО, там растет недовольство просто все больше и больше тем условия, в котором они находятся. Экономику Румынии практически Евросоюз погубил. Экономику Болгарии погубил. Сейчас даже, мы знаем греки, кстати, греческая делегация тоже присутствует. Очень интересный Дмитрий Констакополос, очень известный интеллектуал, журналисты, мыслитель из Греции тоже присутствует сейчас в Молдовии. Он очень подробно описывал, как Евросоюз постепенно превратил самостоятельную греческую экономику в ничто. Запрещается производить апельсины таких-то слоев, запрещается использовать такие-то удобрения, запрещается производить то-то, то-то. И в конечном итоге греческая экономика, которая была не то что процветающая, но вполне себе конкурентной, самобытной, она практически уничтожена. И греки вынуждены просто жить в долг, отсюда и те конфликты, отсюда и попытка выйти Грекзита. То есть, когда страна стала на грани того, чтобы выйти просто из Евросоюза. Нечто подобное постепенно зреет. И в Италии, которая после 2008 года получила колоссальный удар экономический, и в Испании, и в Португалии. То есть, в Евросоюзе все реально очень плохо. И в западной экономике все реально очень плохо. И вот самое время задуматься об альтернативах. Это не что-то такое естественное, мол, можно пойти направо, пойти налево. Для того, чтобы пойти в другом направлении, надо предпринять интеллектуальные усилия, политические усилия. Или здесь, конечно, надо не бояться своих собственных корней и защищать свой суверенитет и свою идентичность. А идентичность поляков, польско-католическая, венгров, венгро-католическая, молдаван, и румын, и русских, и украинцев, православная. И не стоит этого бояться. То есть, на самом деле, суверенитет начинается не только с экономики, с оружия, и с политики. Суверенитет начинается с духа. Суверенитет с сознания начинается. И это очень важно. Если будет суверенное молдавское сознание, если оно будет культивировано, если оно будет воспроизводиться. И дело не в том, с Россией или с Молдовой, или с Румынией. Дело в том, с Молдавией или вне. С Молдавией решается вопрос. Вот это вопрос. Быть молдаванином, быть настоящим молдаванином, быть достойным последователем своего народа, достойным сыном или дочерью своего народа. Это один выбор. А вот дальше, дальше будет не непросто, но на самом деле, по крайней мере, народ будет. Будет молдаванин. А в противном случае, ничего. А к этому нас призывают наши европейские коллеги. Пока ценить то, что мы еще есть. То, что мы народ. Что у нас есть культура, ценность. Что у нас есть преемственность. Что у нас есть та цивилизация, которая нас сотворила, создала. Ну, и понять бы еще, конечно, заглянуть в будущее невозможно. Понять ли, есть ли у нас этот шанс. Но вернемся вот к книге Р.В. Жуэна. «Западная стена, которая не пала». Вот так назвал он свою книгу. Вот много параллелей напрашивается. И Берлинская стена, и стена, которая стоит, ну, так, мысленно между Западом и Востоком. На самом деле, вот что хотелось сказать автору? Ну, основная мысль такая, что западная капиталистическая система и американская гегемония привела цивилизацию и экономику на грань бездны. Дальнейшая перспектива роста, дальнейшая просто в таком же темпе, в таком же направлении, с такими же обязательствами. По тем же правилам? По тем же правилам у Запада просто нет никаких ресурсов. Все ресурсы исчерпаны. Уже проедены не только сегодняшний день, но и запасы будущего. Отсюда вот хеджинг-фонды, фьючерсные сделки. По сути дела, будущее уже растрачено. И, соответственно, с точки зрения автора Р.В. Жуэна, единственный способ решить вот этой падающей, тщательно скрывающей свое кризисное состояние, катастрофическое состояние цивилизации, это развязать войну. То есть, опять назначить врага. То есть, раньше был Советский Союз, потом радикальный ислам. Он сейчас опять возвращается к более традиционному российскому врагу. И заставить списать все, собственно говоря, все катастрофы на экстраординарную ситуацию. Начать войну. Вместо того, чтобы эту войну разрушить, построить эту стену. И через образ врага объяснить, почему это больше не работает. Потому что русские хакеры, потому что Путин, потому что православие, потому что какие-то русские варвары. Ну и заодно могут еще какие-то попасть союзники русских под эту же самую, в эту категорию. То есть, это идея манипуляций для того, чтобы скрыть свои собственные грехи, неадекватности, нежелание мыслить экономически. Стремление скрыть интересы совсем небольшого числа монополий, которые наживаются над этой мировой катастрофой. И не открывают истину народу, узурпировав власть. Вот вместо того, чтобы действительно решить демократически ту проблему, призвав людям, открыв карты, показав, как на самом деле все обстоит дело. Вместо этого ищется враг, вместо этого возникают какие-то искусственные фигуры, на которых все списывается. И тем самым мы стоим на грани агонии этой системы, которая чревата войной. Вот основной смысл этой книги. Это очень тревожная книга. Это книга, которая спокойно, обстоятельно, без эмоций, со знанием дела, описывает реальное положение дел в западной экономике. И предупреждает нас об опасности, что те, кто стоят за этой экономикой, просто такие рыночные фундаменталисты, или экстремистские просто силы, как Джордж Сорос, которые закрываются во многих странах. Его фонды просто... В Венгрии. В Венгрии, да, они считаются, в России они запрещены. А это считается просто экстремистской организацией, которая поддерживает разного рода революционные или повстанческие движения, которые направлены на смену режима. Это просто фактически самым терроризм. Причем, включая акты саботажа, перекрытие трассы, призывы фонда открытого общества. Это новая форма некого либерального тоталитаризма. Так вот эти структуры, эти сети, они не только вербуют своих сторонников среди молодежи или каких-то нонконформных движений, анархистов или неокоммунистов, или каких-то ультралибералов, они подчас имеют своих сторонников в экономической и политической элите разных стран, которых они просто покупают. Вот пример Саакашвили, такой человек, который получал из фонда Сороса, будучи президентом Грузии средства, потом, когда его разоблачили на родине, где сейчас его ищут, его отправили на Украину заниматься продолжением вот этих цветных революций там. И теперь вот в очередной виток цветной революции, те же самые агентные агентуры, они проводят в соседней с вами Украине. Очень опасные игры. И вот подобного рода организации, на самом-то деле, они открывают свой просто деструктивный характер. Это лицо подлинного либерализма. Формально они защищают права человека, занимаются какой-то гуманитарной деятельностью, но за этим фасадом стоит сеть людей, которые на самом деле заинтересованы в свержении тех режимов, которые пытаются отставить свой собственный суверенитет. А задача фонда открытого общества, как и теоретика открытого общества Карла Попера, которым вдохновляется Джордж Сорос, это уничтожение национальных государств. Переход к глобальному гражданскому обществу для того, чтобы не было государства. То есть, по сути дела, если говорить серьезно, это агентационная деятельность. Вот сама декларация, там, либерализм, это идеология, которая направлена, вот в своем таком радикальном ключе, как у Сороса, по крайней мере, направлена на демонтаж, осознанный демонтаж, и при необходимости насильственное свержение конституционного строя. Что, в общем-то, мы и наблюдаем. Но вот если есть понимание того, что мир стоит в шаге от очередной катастрофы, и человечество уже проходило подобные уроки, вспомнить империалистические войны, первая мировая, вторая мировая, и миллионы людей заплатили своими жизнями за то, чтобы кто-то извлек уроки из этих историй. Тем не менее, смотрите, снова очередной виток очередных лет. Снова мы говорим о том, что над человечеством сгущаются тучи. Снова понимаем о том, что есть угроза, будем говорить, яркой какой-то конфликтной вспышки. Но ведь сегодня человечество намного больше оснащено, чем 100 лет назад, чем 70 лет назад, оснащено совершенно другим оружием. Это оружие, которое способно смести все с планеты Земля и не оставить даже напоминания о том, что здесь когда-то была жизнь. И не понимать это, мне кажется, даже верхушки золотого миллиарда, мне кажется, сложно. И они же понимают, что вот наступив на эти грабли, они бьются в себе по лбу. И идти этим путем, не ища альтернативу, ведь мы знаем любимый американский метод выхода из сложных ситуаций. Не можешь найти решения, возглавь, так сказать, комиссию по поиску решения, найдется, и дальше мы пойдем этим путем. Здесь можно, например, тоже так же найти, возглавить поиск альтернативы, найти ту самую альтернативу, и уже, если вы уже хотите зарабатывать, зарабатывайте дальше, но на альтернативе, способной сохранить жизнь человечеству. Вы знаете, вот если мы посмотрим на последние века истории, мы видим и в 19 веке кровавые войны, и в 18, и в 17, и в Европе, и в других регионах. История человечества. Да, но объем массового уничтожения людей в 20 веке превышает все пределы. И в 20 веке мы стали говорить о мире, мы стали говорить о безопасности, только мир становился все более и более опасным, а масштабы войн становились все более и более грандиозными. Если продолжить эту неприятную аналогию, что и средства массового поражения развились, и оружие развились, и человечество открыло новые формы насилия, уничтожения, и разрабатывается все новое и новое, сетевое оружие, сетевые войны, гибридные войны. В конечном итоге, если вот, не дай бог, этот сценарий Третьей мировой войны случится, то это уже грозит уничтожением всего человечества. Потому что нынешний потенциал, он действительно уже апокалиптические масштабы приобрел. И чем больше мы говорим о мире, чем больше мы говорим о ответственности, тем больше возникает ощущение, что это мы уже слышали накануне Первой и Второй мировой войны. И здесь, может быть, трезво посмотреть в глаза и сказать, что война возможна. И если она возможна, тогда мы испугаемся. Потому что если ее невозможно, значит, что тогда? Хорошо, невозможно, и все. И это только разжигают всякие такие отдельные экстремистские элементы. В реальности, если война возможна, и если взвесить ущерб, взвесить ее планы, вот это по-настоящему может нас остановить, а не то заклинание, что главное только вот либерализм, права человека, и все будет хорошо. На самом деле ситуация в мире действительно очень сложная. Но, вы знаете, может быть, сейчас и есть какие-то первые признаки того, что Запад хочет включить не то, что обратную скорость, бросить на нейтралку хотя бы поставить. Может быть, уже поздно, во-первых. Во-вторых, то избрание Трампа, например, это уже было явное ощущение, что американский народ проголосовал за то, чтобы это завершить, чтобы включить не обратную скорость, но начать тормозить. Потому что этот перерастяжка американской гегемонии, которая несет только хаос, смерть и ненависть к Америке во всем мире, это, ну и за исключением продажных элит и этих структур открытого общества, на самом деле это уже опасно для самой Америки. Американцы проголосовали против. Но я вот встречался, меня пригласили на один форум недавно в Амстердаме, где были глобальные элиты, то есть глобалисты, они не сделали никакого вывода. Они все опять продолжают списывать на русских хакеров, на какой-то заговор дип-стейт глубинного государства. В реальности я не вижу, это очень опасный признак. Они продолжают валить это все на какие-то внешние факторы, вместо того, чтобы прозабраться и прочесть символизм, вот это послание американского народа, на самом деле. Возможность спасти себя. Конечно, я считаю, что если бы они присоединились, если бы эти элиты мировые глобальные осознали серьезное положение, они должны были быть с нами в Кишиню, в Молдове, вот здесь вот прям обсуждать эти вопросы. И в принципе, РВ Жуэн, он представитель именно этой элиты, он, если так уж говорить, он один из тех людей, которые представляют собой экономический эстеблишмент европейский. Он был несколько лет, и даже побольше, чем десятилетий, он был одним из главных советников по китайским реформам, кстати, со стороны европейских структур. И познакомившись с тем, как китайцы ищут альтернативы, возможно, это его впечатлило, потому что он не просто наблюдал за этим, он в этом активно участвовал, он помогал им искать решения. И вот это идея соотношения западного и восточного опыта его обогатила. Да, и вы видите, выдало как раз какое-то, в общем-то, интересное. Да, да. Я думаю, что на самом деле, то, что вы говорите, это не надо бояться. Если те люди, даже представители глобальных элит, осознают то критическое, катастрофическое положение дел, в котором мы находимся, если они примкнут и станут участвовать в разработке альтернативы, очень хорошо, милости просим. Надо к ним относиться очень открыто, и это никому не пришло. Спасение человечества не может быть монополизировано. Если кто бы нам не помог, даже вчерашний враг или просто вчерашний фанатик, если он поможет выйти из тупика, что-то предложит или принесет какие-то ресурсы свои, которые имеет, это будет очень оценено. Вот под занавес хотел сказать, точнее спросить или попросить о помощи. Я недавно ознакомился с работой, которая называется «Будущего нет». Автора не смогу сейчас назвать. Но идея такова. Будущее, в котором видит себя неолиберализм, отсутствует. Потому что оно, то есть то, куда идет неолиберализм, это разрушение, разрушение даже самого себя, не только того пространства, которое охватывает себя, эта теория. Но опять же, есть Восток. Россия, Китай, другие страны. Которые основываются на том, что свое будущее видят в стремлении к своему прошлому, к своим традициям, к тому, что когда-то формировало эти страны, стало таким государствообразующим элементом. И тоже, говорится, вот в этой теории, говорится, и это тоже не является будущим сейчас для вот этих стран, для вот этих парадигм. Оно не выведет их к тому, чтобы стать успешным. И в этой ситуации получается замкнутый круг. Мы сегодня часто говорим, и в этой студии, и вот часто слышим, как это происходит в телеэфирах различных других каналов, в других странах, о том, что идет борьба Востока-Запада, поиска каких-то там альтернатив, выхода из конфликтов. Столкновения происходят в Северной Африке, происходят в других каких-то горячих точках. Но вот все это приводит к мысли, что, ну, отчасти стоим, опять же, перед каким-то таким определенной фобией, что человечество не способно само выработать себе программу будущего развития, ну, например, осмыслив то, к чему пришел Запад, и то, на чем, ну, или чем пытается удержать себя в сегодняшней жизни Восток. И вот это тоже заставляет задуматься. И в данном случае задуматься над тем, насколько мы правы в этом поиске, все время быть воинами в поиске этой борьбы. Может быть, действительно оставить все, так сказать, на то, чтобы оно шло, знаете, как река течет, пусть вынесет. Ну, дело в том, что вот это вот предложение оставить все как есть, это, или сравнить историю с рекой, это означает сложить в себя полномочия человека. Вот это нам и предлагает. Ну, давай глобальная элита. Они говорят, давайте вот прекратите искать, все равно вот... Все за вас решено. Да, мы за вас решим, есть технологическое развитие, оно как-то там... Мы видим дальше, больше. Да, да, может быть, компьютер вам что-нибудь подскажет, а пока вот смиритесь, альтернативы нет, прошлое преодолено, прошлое не существует. Но на самом деле это просто не человеческое решение. Кто-то так согласится, ну, и таким образом признает себя роботом все до того, как станет им. То есть вот интересно, что этот искусственный интеллект или там киборги, они не просто в будущем, они уже в настоящем. Не то, что они внедряются постепенно, они внедряются реально, происходят разработки, улучшение памяти, генетической генной инженерии. Все эти полным ходом идут эти исследования. Но дело в том, что мы сами становимся... Вот общество потребления, это общество роботов. Это общество людей, которым не только удовлетворяют их потребности, но создают их потребности. В этом есть смысл общества потребления, что тебе не нужен, например, седьмой айфон, но если ты его... тебе навязывается, что нужно, что без седьмого айфона ты недочеловек, например, ну и так далее. Статусность какая-то. Статусность, лейбл, ярлыки. Это не только к айфонам может быть. Да, 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 мы начинаем потреблять знаки. Знаки, которые вообще не имеют никакого материального выражения. Там марка какой-то, фирма и так далее. И вот здесь возникает такое мнение, что мы превращаемся в роботов уже сейчас, когда мы забываем о том, что человек — это существо свободное. Оно может сказать «да» и «нет». Оно может решать, оно может искать. Может быть, оно будет биться головой, может быть, оно будет биться в стену. Но рано или поздно эти стены падают, потому что человек создает мир, в котором он живет. Сам создает, своими руками. И вот этот капиталистический глобальный мир создали мы сами. Его нам не просто навязали. Это часть развития нашего истории. И те народы, которые ущут альтернативу в своем прошлом, они поступают как свободные люди. Не факт, что это только прошлое, потому что традиция — это не прошлое. Бог не принадлежит прошлому. Бог принадлежит вечному. Вечность — это не прошлое. Вечность не находится в прошлом. Если мы верим в вечность, если мы обращаемся к ней, то мы обращаемся и к сегодняшней вечности, и к вчерашней, и к завтрашней. Просто мы верим в существование вечного, в душу, в Бога, в Творца, в провидение, в очень многие вещи. И это может быть источником будущего. Потому что традиция — это не просто вчерашний день, это еще и завтрашний день, только с сохранением идентичности, а не с ее утратой. В этом отношении, более того, я думаю, что необходимо смотреть и в будущее, и в прошлое. Надо смотреть в историю. Во время мы люди — существа исторические. А история — это не только настоящее. Это и вчерашнее, и сегодняшнее настоящее. Это некая смысловая мелодия. И у каждого народа, у каждой культуры, у каждой цивилизации, у каждой религии, у каждого общества своя история. Мы созданы нашими предками. Молдаване, Рубыны созданы Даками, созданы Децибалом, созданы Геттами, созданы вот этими фракийскими воинственными народами, которые впитали в себя и римлян, и кельтов до них, и отчасти славян. И вот на перекрестии этих историй формировалась румынская-молдавская идентичность с большим влиянием, доминирующим влиянием Византии и православия. Тот же самый Николай Йорга, у вас есть улица Николая Йорга, один написал великолепную книгу Византии после Византии. Вот говоря о румынской судьбе, это часть молдавской судьбы, Византии после Византии. Именно после Византии, как проект Йорга говорил, не просто как возврат к прошлому. Румынская пост-византизм или молдавская пост-византизм, это совсем другое, это обращение к будущему. Поэтому я бы здесь не стал бы недооценивать прошлое, потому что прошлое не совсем то, что проходит. В прошлом есть отблески вечности, они есть и в настоящем, и они есть и в будущем. И для того, чтобы иметь это будущее, чтобы оно было, чтобы оно было человеческим, чтобы оно было молдавским, чтобы оно было православным, для этого надо предпринять усилия. Я не говорю, что будет легко или что есть какой-то самый собой разумеющийся рецепт, который просто стоит нажать на кнопку и все автоматически. Нет. История очень сложная вещь. И часто за свои ошибки мы платим колоссальную цену. — Александр, спасибо вам за этот разговор, за возможность такого глубокого, проникновенного и яркого диалога. И мы с удовольствием будем вас ждать в нашей маленькой, но очень гостеприимной стране и в нашей студии. Всегда будем рады вас видеть. Спасибо. — Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был политик, философ и социолог Александр Дугин. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok